В эфире Рыбака Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. В Уфе в третий раз за месяц подорожал бензин. Цены на заправках башнефти, как и в предыдущие два раза, поднялись на 30 копеек. И с начала мая литр всех основных марок топлива стал дороже на 90 копеек. Так, АИ-92 АТОМ стоит теперь 39,40, АИ-95 АТОМ 41,50, АИ-92 38,80 копеек, а дизельное топливо 41,80 копеек. По мнению аналитиков, одна из причин столь стремительного роста предстоящая уже в начале лета повышение акцизов на нефтепродукты. Основная причина роста на бензин это налоговая политика. В структуре цены на бензин по разным оценкам составляет где-то от 50 до 70%. Государство выбирает тот уровень цены на бензин, который выгоден государству. Основная причина бесконечного роста на нефть это повышающая налоговая нагрузка как прямая на бизнес, на бензин через повышение акцизов, так и косвенно через повышение связанных налогов. Между тем, Федеральная антимонопольная служба заявила о намерении ужесточить наказание за необоснованное повышение цен на бензин. Например, в Крыму ряд местных компаний, перепродающих топливо, заплатят по 120 миллионов рублей штрафа. А в дальнейшем цифру планируют поднять до 1 миллиарда, сообщает и Тартас со ссылкой на руководителя антимонопольной службы. Трест Башкортостан. Нефтезавод «Строй» подал иск на Министерство экономического развития республики. По сообщению издания «Коммерсант Уфа», компания просят признать недействительными результаты тендера на отбор подрядчика капремонта республиканской детской клинической больницы. Предмет разбирательства – контракт на 160 миллионов рублей с победителем тендера группы компаний «Прогресс». Арбитражный суд назначил заседание на 13 июня. Третьими лицами привлечены РДКБ и «Прогресс». Уже завтра, 17 мая, в Уфе состоится финал конкурса красоты «Миссис Башкортостан. Россия. Вселенная». 13 финалисток поборются за звание победительницы и право представлять республику на федеральном уровне. Отмечу, конкурс красоты такого уровня проводится в Башкортостане впервые. В отеле «Шаратон Уфа» составилась пресс-конференция, на которой организаторы и участницы рассказали, чем занимались в течение семи конкурсных дней при подготовке к финалу. Все это время с девушками работала команда профессиональных психологов, хореографов, стилистов и фотографов. В конкурсе я очень счастлива, я получаю удовольствие, я показываю, а это же миссис, то есть замужем с детьми, я показываю, какой надо быть женой и мамой. Поэтому я пришла для счастья, для удовольствия, познакомиться с девочками, с новыми, открыть для себя что-то интересное, потому что каждая девочка интересна по-своему, у каждой свой характер и что-то от них я беру для себя. В целом, да, очень интересно, мастер-классы по визажу, у нас были в Санкт-Петербургской школе красоты, ожидается мастер-класс от «Миссис Вселенная» Кристины Мищенко, она прилетает завтра, проведет свой мастер-класс по дефиле и фотопозированию. Помимо этого, у нас ожидается еще и также работа с психологом, которая настроит наших финалисток уже на финальное шоу. На конкурс «Миссис Башкортостан. Россия. Вселенная» поступило более 700 анкет от потенциальных участниц, говорят организаторы. Компетентное жюри отобрало 150 девушек, которые приняли участие в кастинге на основной конкурс. Партнеры конкурса группа компании «Гранелли» и телеканал РБКОФА. Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на сегодня. Доллар и евро показали разнонаправленную динамику. Курс доллара увеличился на 14 копеек и оценивается в 61,91 рубля, евро в минусе на 8 копеек 73,86. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Тимирбанке за 62,4, продажа в банке «Нейва» за 62,49 рубля. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Акибанке за 73,80 рубля по продаже в Акбарсбанке за 73,99 рубля. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК.